Добрый вечер. Крушить Конституцию легко и увлекательно, а вот ремонтировать трудно и долго. Как обычно у нас происходит, в принципе, сокрушение либо редактирование Конституции. Вы, кстати, знаете, что к 20-летнему юбилею этого основного закона выяснилось, что уже 18 статей отредактированы до состояния полной непечатности. И часть из них касается, в том числе и водителей. Четыре статьи вывели водителей в обособленную социальную категорию людей, пораженных в гражданских правах, по крайней мере, в части основного закона. Но есть, конечно, еще масса подзаконных актов, лишающих людей за рулем своих прав и свобод, но это уже, что называется, послесловие. Так вот, сокрушение Конституции у нас обычно происходит благодаря деятельности тематического комитета. Он так и называется по конституционному законодательству и государственному строительству. Последние два созыва его возглавляет бывший прокурорский работник Владимир Плигин. Это вот как раз, помните, такая песня «И Плигин великий нам путь озарил». Это вот как раз про него, такая переделка нашего бывшего советского гимна. Он озаряет собою путь и создает какие-то поправки, как правило, ущемляющие наши с вами интересы, после чего Дума большинством голосов их принимает. Большинство голосов в Государственной Думе уже давно, с тех пор, как Единой России у нас является, основным участником парламентских слушаний. Все остальные ватные оппозиционеры в своих достаточно потешных одеждах могут изображать любые потуги, но количественно они, в принципе, не переплюнуть никогда, даже если захотят великую и единую, а также неделимую Россию. 11 апреля 2011 года составилось третье чтение по уничтожению очередной статьи Конституции, 19-я часть, 2-я, которая касалась напрямую водителей, и именно она лишила нас с вами равенства прав и свобод, независимо от места жительства. Это та самая поправка, которая вторглась в 12-ю главу административного кодекса, породив там в 16-м пункте под пункт номер 4, позволяющий штрафовать жителей Москвы и Санкт-Петербурга в два раза по более дорогой ставке, чем всех остальных. То есть, если, например, на территории России водитель ставит машину не там, где положено, он платит за это полторы тысячи рублей, а если ты живешь по какой-то причине вдруг внезапно, например, в Москве или в Санкт-Петербурге, то за это же самое деяние тебе полагается три тысячи рублей заплатить. Это абсолютно незаконно, это антиконституционно, это разрушает основы строительства нашего государства и в очередной раз отвечает на вопрос о том, кто же все-таки главный. В нормальной стране главный это человек, и ради личности весь государственный аппарат, собственно, и работает. Помогает человеку, защищает человека, оберегает человека, пытаясь его вылечить, научить, дать ему профессию. А вот если страна построена по обратному принципу, что человек для государства, его интересы второстепенные, а сверхзадачи страны, они, естественно, являются более важными, тогда мы имеем вот подобную картину. Вот 11 апреля 2011 года на третьем чтении 311 голосов единороссов были, конечно, подавляющим большинством, и хотя это сплотило все три остальные карманные партии, которые там тихонечко прыгали где-то сзади, то, тем не менее, поправка была утверждена, и мы с вами получили как раз вот это неравенство водителей перед законом. Причем все три остальные партии, как они не пытались, они все сказали нет, воздержавшихся ни одного, и все равно силенок им не хватило. А вот на сегодняшний день у нас получилась такая удивительная ситуация, когда юбилей и Олимпиаду устроили в стране амнистию и персональную свободу для Ходорковского, и пока вот инерция добрых дел не закончилась, Олимпиада еще не началась и по-прежнему требует широты властных улыбок, стало возможным хотя бы попробовать вернуть людям, ну, например, какой-нибудь маленький, отломанный, так вот, с зубным скрежетом кусочек равноправия. Тем более, что все равно людям в Москве и в Питере не жить, потому что города уже полностью раздлинованы под платную парковку, она, естественно, будет занимать всю площадь города, в Москве, например, включая леса и поля Новой Москвы, это абсолютно неизбежно, поэтому здесь поступаться как-то, в общем, всерьез не приходится, хотя сама по себе ситуация очень сильно раздражает людей в парламенте, ведь не зря же отредактировали и Конституцию, и Административный кодекс таким образом, чтобы можно было решить главную задачу, ради которой все это создается. Ущемление прав и свобод — это на самом деле сопутствующее явление. Просто так получилось, просто так получилось, что благодаря вот этому неизбежному процессу уничтожения прав личности можно прийти к главной цели, а главная цель, конечно же, деньги, и в том числе потому, что человек должен быть постоянно в чем-то виноват перед государством, и в том числе потому, что правила игры должны быть не в его пользу. Так или иначе, но он должен. Либо за то, что он что-то сделал, либо за то, что он ничего не сделал, так или иначе он должен. И вот 12-я глава Административного кодекса, она благодаря затейникам из Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству была, наконец, приведена в полное соответствие с этой целью, началась не исправляться, и бац, что произошло. А вы слышали, что произошло. Всю эту неделю, то есть понедельник и вторник, эти два дня, мы с вами слышим о том, что произошел беспрецедентный случай. Потому что группа депутатов, во-первых, они в прошлом году в октябре направили запрос к себе в Государственную Думу и предложили изменить неравенство. Они предложили вернуть 19-ю статью Конституции, часть 2-ю, водителям. И в Государственной Думе депутатов не поддержали. И тогда депутаты совершили совершенно невероятное. Они создали партизанский отряд численностью в одну роту, 90 человек. И убежав из Государственной Думы на волю, практически в леса, организовав глухое антигосударственное подполье, обратились в Конституционный суд и принесли туда челобитную. Вот эти 90 человек поставили свои подписи под обращением к суду с просьбой рассмотреть вопрос, а нельзя ли вернуть Конституцию водителям, чтобы они были равны, и чтобы они не платили в разных городах разные ставки за одно и то же нарушение. И бедный суд Конституционный, конечно же, впал в тяжкую задумчивость, потому что все-таки решение в нашей стране принимает не суд, пусть он даже трижды Конституционный, а конкретный человек и последствия желательно предвидеть. Потому что были прецеденты, когда некоторые люди в этой организации, в ФКСе, полагали, что они могут судить по закону и даже по личному убеждению, и для их биографии это заканчивалось, как правило, поиском новой работы. И 90 депутатов вышли за пределы парламентской площадки, где они и должны были решать этот вопрос. Они пошли на волю, отдали челобитную, и дальше все понятно. Ваш звонок очень нашей компании, спасибо, мы разберемся. КС впал в задумчивость, но тем не менее вежливо отписал, что мы начинаем работу по вашему обращению. Фантастическая ситуация, подтверждающая, что прав был Грызлов, когда заявил, что Дума это не место для дискуссии. Действительно, какая может быть дискуссия по возвращению Конституции водителям? Естественно, не может ее быть. Причем, как только выяснилось, что вот эта вот рота партизан добежала до крылечка суда и отдала челобитную, тут же Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству предложил наложить мораторий на какие бы то ни было дальнейшие редакторские правки 12 главы. Они сказали, слушайте, так все хорошо, так все целебно, наконец-то и деньги есть, и вина у людей, просто в любом случае все замечательно. Давайте мы наконец уже вот сейчас, пожалуй, остановимся и не будем больше трогать 12 главу. Мораторий именно в том смысле, что мы тут нагадили как могли, так вы не смеете нас поправлять. Причем, удивительно, уже не силами парламента, не силами слушаний, не силами внесения поправок и изменений, а силами суда, то есть внешней структуры, которая подправит теперь Государственную Думу. Если КС по какой-то причине, ну вдруг такое произойдет, начнет судить по закону и действительно вернет нам равноправие, то даже Плигин будет вынужден утереться, а Дума вынуждена будет подчиниться. Еще один такой примечательный момент, вот тот самый пятый созыв, который был против, все три парламентские партии, кроме Единой России, были против этого неравноправия, они набрали тогда на голосовании 129 голосов. Всего лишь 129 депутатов были против, 311 за. Сейчас осталось только 90 депутатов, то есть уже даже созыв другой, это уже другие люди. Это уже шестой созыв, это уже та самая палата номер 6. И тем не менее, они по-прежнему ничего не могут в Думе, только за ее пределами. Перерыв на новости. Ставлю на голосование. Как вы думаете, Конституционный суд укажет Думе, примет отчаянно смелое решение и вернет водителям равноправие, то есть статью 19, часть 2 Конституции. Те, кто считают, что да, это вполне возможно, 5-5-3-3, русская буква А. Те, кто считают, что у Конституционного суда кишка тонка, коленки жидковатые, хвостик поджатый, не осмелятся они, супротив папы, несмотря на Олимпиаду, позволять себе такие удивительные решения. То есть нет, ничего не произойдет. 5-5-3-3, русская буква Б. Посмотрим, к чему это приведет. Ваша точка зрения мне, по крайней мере, интересно. Антагонизм Лося и Почты продолжается. Движутся оба, но по-разному. Лось полагает, что 5 баллов, Мейл.ру полагает, что 7 баллов. 65, 10, 9, 9 и 6. Начинаем общаться. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Рад вас слышать, Иван. Да, вот хотел как раз поделиться впечатлением по поводу вашего выступления в Государственной Думе, там и депутатов 90. 90 смелых депутатов на всю Думу нашлось. Это очень большой процент. Ну, я думаю, что у них ничего не получится. Это, так сказать, Конституционный суд примет решение такое, какое нужно. Потому что я сужу вот по референдуму, который тут расстояние собирались проводить по поводу портковок плавают платно. Да. Вы, наверное, в курсе, что студенты там якобы занимались подделкой подписей, там завели уже уголовное дело и набрали там всего, по-моему, около 40 тысяч подписей. То есть до 100 тысяч даже не доходят. Да, тем более, что им было запрещено появляться на людях. Они должны были это делать где-то там по курительным и по туалетам. Да, по этой ситуации Конституционный суд, конечно, примет соответствующее решение, что эти депутаты, так сказать, останутся ни с чем. Но сама по себе коллизия удивительная, то, что депутаты отчаялись в Думе быть услышанными и пошли во внешнюю среду. Ну, это во внешнюю среду. Это мы каждый день ходим во внешнюю среду. Я так вспоминаю, вот при Лужкове такого безобразия с посыпкой соли, как сейчас сыпят ее, даже такого не было. То есть если даже сыпали, то ее потом убирали. А я уже за этот сезон уже сменил пару ботинок, не говорю уже о машинах. Пару машин сменил? Нет, пока еще не успел, вот как раз хотел сменить и с вами посоветоваться по этому поводу. Просто к слову, вообще-то тот яд, который нам льют под ноги и сыпят, это Лужковский момент, он у нас достаточно давно. Причем еще при Лужкове было экспертное заключение на МИ, согласно которому ни в коем случае это делать нельзя, не потому что мы сдохнем. Об этом как раз никто, даже никакой лакмусовой Онищенко не позволяли себе говорить правду. А в отношении этого реагента проблема в том, что даже при отрицательных температурах до минус 12 градусов он все равно оставляет дорожное полотно мокрым, и мы едем с вами не только по льду, мы еще едем и по воде. Да, не только мокрым, там даже, я говорю, по ступенькам нельзя спускаться, они скользкие. Такого же не было. Но при Лужкове хоть, там он давал каким-то дворникам задание, если, говорит, у вас есть этот Кайло, так давайте вперед, а и запрещал, по-моему, это был у него такой период, что он дворникам запрещал сыпать. А он говорит, берите ломик и скалывайте лед. Сейчас же такого нет, сейчас просто-напросто идет механическая засыпка, и никто ничего не убирает. Хочешь, поэтому грязи. Иван, пару раз, конечно, у Лужкова этот популизм выскакивал. Да, я им говорю популизм, но во всяком случае, в нашем районе было намного чище, и, так сказать, ботинки не приходилось два раза в году менять. Сейчас вопрос в другом. Дело в том, что действующее лицо, главное, что при Лужкове, что при нынешнем Собянине, это товарищ Бирюков. Это его рабы занимаются подобными вещами. Но если при Лужкове закупка реагентов упиралась в отметку 2 миллиарда рублей, то сейчас 10 миллиардов. Ну да, то есть в 10 раз можно, в 5 раз можно больше Собянина. Поэтому все тогда понятно. Не можно, а нужно. Нужно, да. Необходимо, конечно. Понятно. Хорошо. Сергей, хотел спросить. Вот такой есть автомобиль, Opel Astra H, это седан. Да. Знаете, знаете, да? Калининградский. Ну, не знаю, Калининградский он или Калининградский. У меня была машина питерская. А, вполне могло быть. То есть это уже... Ну, то есть когда они первые пошли, потому что сейчас вот я посмотрел ее в салоне. Это же, так сказать, ободранные Жигули и то лучше собирают, чем эти Opel Astra, так называемые. Ободранные Жигули все-таки чуть похуже, самую малость. Не знаю. Я посмотрел, значит, шумоизоляции никакой. Покраска, ну, желает лучше. Сборка, так сказать, по сравнению даже с той питерской, которая была у меня, так сказать, она, ну, совершенно. Не идет никакое сравнение. То есть там ни прокладок нету, там, где нужно. Провода торчат, и подходят прямо напрямую к поворотникам. Знаете, Иван, когда вы покупали машину питерской сборки, у нее машинокомплекты шли из Германии. Сейчас машинокомплекты польские. Польские? Да. Ну, а вот в свете этого вопрос, значит, этот автотор, он, так сказать, не имеет отношения к Opel, так же, как к BMW, вот эти машины BMW-шные. Потому что сейчас возьмешь такую машину, и потом будешь бегать так же, как и с BMW. Они скажут, что эта машина не принадлежит Opel, а, говорит, принадлежит автотору, и обращайтесь к нему. Знаете, вполне такое может быть, потому что вот только что мне пришло сообщение в почту о том, как люди купили вот именно эту Astro, и выяснилось, что у них борт-компьютер не прописан, и он есть, но он не активирован. И когда они пришли к дилеру, дилер им сказал, что эта услуга платная, и вообще она не входит в предпродажную подготовку. Вот они сейчас как раз бьются, потому что они пошли к другому дилеру, который сказал, денег дай, мы тебе все починим, исправим. И раз такая политика по отношению к автоторовским автомобилям у дилеров стала позволительной, то, соответственно, здесь чувствуется уже некая тенденция. Первым, кто оказался за пределами здравого смысла, это BMW, с BMW-шниками, учитывая, что в основном они люди невменяемые, говорить бесполезно, у них машины сделаны какой-то артелью, в каком-то автоторе они понятия не имеют в каком, и вполне возможно, что у GM будет та же самая неприятность, потому что вот они, жалобы пошли уже. — Пошли уже, да. — Конечно. — Ну, тогда вот вопрос, что можно рассматривать вместо такой машины, например, Astro-H, потому что двигатель там хороший, 140 лошадей, ну, коробка там четырехступенчатая, ну, сейчас можно, наверное, что-то и посмотреть. — Все остальные вокруг уже шагнули, естественно, вперед, и вы на какую сумму собираетесь? Тысяч на 600 наступить? — Ну, до миллиона, скажем так. — Слушайте, ну, Иван, за миллион? — Особенно сейчас, когда все в судорогах сбывают тринадцатый год, а некоторые двенадцатый, а отдельные индивидуумы еще и одиннадцатый, тоже стоит по складам, вы можете за миллион взять себе машину класса D, вы можете подступиться к кроссоверам, вы можете себе позволить много чего. — Не, ну, кроссовер — это не мой стиль, так сказать, они валки все, центр тяжести высокий. — Да нет, по-разному. — Она такая, чтобы можно было и притопить, и в то же время по городу нормально ездить. — Ну, знаете ли, притопить. — Типа седана какого-нибудь, не знаю, может быть, Optima, я не знаю, там, или Chevy какой-нибудь. — А Chevy какого-нибудь нету, потому что у Chevy есть только Malibu, который стоит миллион двести, так сказать, для начала разговора, но, в принципе, вы можете его получить за миллион. — Это корейская машина, которая в несколько раз хуже, чем Optima, которая является просто нормальным корейцем, но сделанным для европейцев. И Malibu, который сделан непонятно для кого, причем настолько неудачная, что они ее уже один раз отреставрировали, второй раз запустили на рынок, а опять продаж нет. И в этом отношении на Malibu даже не смотрите. Это машина, которая погибла, приняв пулю на вдохе. Все, нету такой. — Optima, да, это грандиозный совершенно автомобиль. Его можно брать, причем это не какой-то там i40, который просто большой Solaris. Либо посмотрите туда, куда вы даже не собирались смотреть, потому что сейчас до миллиона упали очень многие. И премиальщики, у которых просто агония начинается от того, что, ну вот, например, та же самая фирма BMW, она 12-й год еще не весь продала. — Ну, BMW это... — Не, не дай бог вам BMW, да, ну что вы. Тем более она может оказаться автоторовской, а после этого у вас будет все гораздо хуже. — Но, вот, и того, у вас есть миллион. Вы посмотрели Astro. Astro — это вчерашний день. Она неинтересная, она плохая. Вы выходите на оперативный простор и смотрите, тем более вы ушли в класс D. У вас здесь есть Optima, у вас есть здесь Insignia. Insignia — это гораздо более высокий уровень. Это совершенно серьезная машина. Вы можете позволить себе Octavio, причем нормальную, с хорошей задней подвеской, машину уже, у которой будет... — Я тут много слушал, вы говорите, что ДМГ нельзя брать у них. — DSG? — DSG, да. — Да, DSG теперь... — А на ручке, так сказать, это уже неинтересно в городе. — Все, тогда вы потихонечку уже понимаете, куда идти. — Да, понимаете, понимаем, а вот выбор, как сказать, ограничивается только одной оптимой, ну и больше я, так сказать, не вижу ничего. — Вы еще можете наступить на грабли настоящего японского качества, там тоже пара капканов стоит специально для вас. — Да нет, я не любитель японских машин. — Ну что вы, они же в бочках качество завозят и прямо выплескивают. — Ну, это пускай они завозят, но мы, так сказать, ориентируемся на основном на европейцев, поэтому я на оптиму так тоже смотрю. — Вы, кстати, абсолютно правы в этом комплименте, назвав машину европейской, она таковая и есть, потому что корейского у нее только шильдик на капоте, во всем остальном... Ее... Ведь Рюссельхайм учил ездить, держаться за дорогу. И не зря же все-таки Петер Шрайер, дизайнер, создавший этот уникальный облик, теперь стал главным дизайнером всего корейского производства Hyundai и Kia. Потому что Kia вырвалась вперед, Hyundai начала тихо проседать, особенно со своим i40, глядя на который, хочется спросить, это что такое? Ребята, вы что себе позволяете? — Ну, у нее цена у i40, там миллион двести, миллион триста только так. — Конечно. — Так сказать, у них совершенно неадекватные какие-то цены стали у Hyundai. — Так это же большой Solaris. Вы же покупаете настоящий Solaris. — У которого двигатель еще в салон влетает при столкновении, да? — Знаете, двигатель, если встретить себе КамАЗ во всю улыбку, влетит и у Rolls-Royce. Прямо по голове. — Это понятно. Но если, так сказать, при маленьком боковом ударе он уже влетает в салон, то совсем не очень хочется. — Ну, маленький или боковой, или вот тут, знаете, даже Евронкап вам не ответит на то, по какой траектории чего полетит. Куда полетит голова, куда полетят документы, куда мотор. Размазывает обычно на хорошей скорости, настолько грамотно, что собирать потом приходится по всем окрестностям. И предугадать это всегда сложно. Так что вы тут не особо пугаете себя. — Нет, я не пугаю, просто у моего товарища у него был такой случай, у него заклинила коробку на Nissan, как его называют, Теида или... — Теида, есть такая штука. — Да-да-да, у него на ручке была машинка такая и коробку заклинила. — Ух ты. — После семи лет его вынесло навстречу, но, правда, боковой получился удар. — Ну, видимо, все закончилось достаточно плохо, если по салону метался двигатель. Перерыв на новости. Наш лось рожками тряхнул, подумал, ой, движение затруднено, и поднял на один балл. Теперь у него шесть. У Мейла по-прежнему семь, движение как было затруднено, так и остается затрудненным. 65, 10, 9, 9 и 6. Продолжается голосование. Мы с вами пытаемся предугадать, чем закончится разборка парламентарьев при помощи Конституционного суда за возвращение нам правиться всех перед законом. Напомню, те, кто считают, что суду и Думе удастся вернуть нам вопреки действиям товарища Плигина и комитета по Конституционному законодательству и государственному строительству статью 19, часть 2 и сделать нас равными перед законом вне зависимости от места проживания, они голосуют 55, 33, русская буква А. Те, кто считают, что ничего не получится у Конституционного суда, Государственной думы, как были мы неравны, так мы и останемся. 55, 33, русская буква Б. Ну, в общем, кишка танка это называется. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать, Владимир. Я вас тоже. Давно пытаюсь дозвониться до вас. Ну, как-то не получалось. Да получается, смотрите. Раз и дозвонились. Да. Очень давно слушаю ваши передачи. Наверное, уже больше двух лет, если даже не три. Вот это стаж. Еще есть маяка. Да. Преклоняюсь. Да, очень приятно слушать вас по вечерам, особенно, когда мы едем в пробке. В неизбежной, которая будет всегда. Скрашивает, скрашивает атмосферу в автомобиле. Как у вас напряженно-то в автомобиле, оказывается, по вечерам. Ну, да. Дневные тяготы везете с собой? Полный кузов? Груз, груз. Тяжко. Сработаем, да. Сергей, хотел вот узнать, столкнулся недавно с проблемой такой выбора машины для супруги. Бюджет был порядка 600-700 тысяч. И было главное условие, что машина должна быть на автомате. Ну, походил по салону, посмотрел. были, значит, и Ford Focus, и Opel Astra, и Kia Ceed. Ну, что удивительно, машины все не оправдали ожиданий, на самом деле, по своему качеству, заявленному производителям. А почему? Что именно вы некачественную в них уже увидели? Что оттолкнуло? Ну, где-то сборки оттолкнуло. Где-то в Ford, как оказалось, коробка там не автомата, а роботизированная все-таки, и тоже американский аналог DSG. Там Power Shift, Power Shift чуть получше, чем то, что получилось у Volkswagen с DSG. И Power Shift, он, конструкция чуть более интересная, потому что его изначально придумали под Volvo, и заложили в него запас прочности в расчете на более серьезные крутящие моменты другую массу. И эта штука не так охотно ломается. Хотя, конечно, да, робот-штука сложная, она ломается. Это есть такое. Ну, это столкнулся просто прям сидя в салоне, в котором клиент приехал на сервис машину на 30 тысяч ТО, и он просто мне рассказал, что он уже второй раз обращается с автоматом коробки проблема. То есть какие-то ошибки, что-то ему перепрошивает, что-то делает. Ну, здесь сразу меня отпугнуло. Да, я бы тоже испугался, согласен с вами. Ну, и что удивительно, все-таки удивила меня проверенная машина, случайно зашел в стол в Митюбисе, и удивился, что в Энсер можно было взять за 670 тысяч на автомате, причем японской сборки, пусть, конечно, это надумано, японские качества, но все равно более адекватная машина, проверенная, то есть 1.6 двигатель, 117 лошадей в капоте, и более-менее улучшенная там шумоизоляция уже. Японцы вроде поработали. Да нет, там никакой шумоизоляции, а СИД чем вас отпугнул? Или вашу жену? Ну, СИД, нет, он был приятен, но что-то как-то с ценником у него. Ценник у него европейский такой, бледнолицый абсолютно. ну, порядка тысяч на 130 дороже. Владимир, а вы знаете, что самая популярная на сегодняшний день в Корее и в Китае операция, это по изменению разреза глаз? Вот именно поэтому корейские машины теперь стоят в расчете на выпученность нас, европейцев. Вот они, пожалуйста, бледнолицые, вот такой ценничек в лоб. Да, но перед этим, конечно, история была, что бушную машину в порядке там нет, бушная, это такая лотерея, играть в нее не наиграться. Ну, просмотрев более 20 машин и на трех машинах вызывая эксперта, ну, вы знаете, да, который проверяет и кузов, и двигатели, и коробки, коробки, включается компьютер в документы, то есть выбор выпал на одну машину, ну, и машины и сделки тоже были проблемы с документами. После всех нервотребок все-таки решил по первому варианту, что нужно брать новую машину, я не заморачивался. Скажите, Владимир, а почем был эксперт, который вас поддерживал морально? Ну, там осмотр кузова, минимальный вызов, это порядка двух тысяч, то есть если в полную, то есть там три-четыре тысячи. То есть за четыре тысячи они вас спасли от необдуманного шага? Ну, за три, да, в среднем получается. Замечательно, очень хорошая услуга, очень приятная, радостно за вас, что вы ей воспользовались и спаслись. Да, это просто визуально, если вы осматриваете машину, она вроде кажется вам нормальной, то уже когда эксперт достает свои приборы, вы узнаете всю предыдущую историю, причем продавец с удивленными глазами не может быть, вот только моя жена вчера вылезла из руля, и мы нигде не бились и никуда не попадали. То есть сказки можно для мамы и папы и всеми остальными родственникам. А с документами что было, какой косяк вы нашли? А, ну ПТСки, то есть ПТСку показывает одну, потом при продаже заключения договора совершенно другая ПТСка, просто, ну, это инкременно по сути. Как интересно. Вот это что? Так, вы пропадаете на самом интересном месте, Владимир. Это как раз новый нюанс, потому что два разных ПТСа на одну и ту же машину, это совсем примечательно, ничего подобного не было. Да, Владимир у нас, к сожалению, пропал. Александр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вечер, точнее. Да, вечер. Да вечер, как всегда, в пробках. Конечно. А Бельмановка стоит. Да нет никакой пробки, я вот смотрю на Лосе. У Лося все движется, подумаешь, 6 баллов, ну, ничего страшного. Нормально. Не буду отвлекать как бы так, от таких разговоров. У меня гораздо более приятная вещь выбор отцу автомобиля. Удачно скинул Шеви Ниву. Ух. Теперь, да, удачно 5 лет. Ну, машина, в принципе, нормально была. 15 тысяч пробега, дачи дом. Вот. И теперь он смотрит тебе либо Спарт-Эйдж, и я вообще как-то не хочу, чтобы это был Спарт-Эйдж, потому что цена где-то миллион сто, можно посмотреть и на Сузуки Гранд Витара. Правильно. Вот. И вот хотелось бы логично же все-таки взять него, я так понимаю, чем Спарт-Эйдж. Тем более, после Шеви Нивы ближайший родственник, машина идеологически сделанная как раз в том же самом ключе, это именно Гранд Витара. Потому что все-таки раздатка, все-таки понижайка, если что, какая-то бездорожная борьба. А Спарт-Эйдж, ну что, просто красивая машина. Да, она замечательная. Если бы вашему папе нужно было бы жениться, она бы подошла идеально. Но Шеви Нивы наверняка приучила его к тому, что многое позволено. Гранд Витара поддержит уверенность вашего папы в том, что действительно по-прежнему позволено. Ух ты. А что еще там вот из этого рядом, может быть, я что-то пропустил? А там больше никого нет, потому что либо начинаются кроссоверы, то есть вы можете, конечно, пойти в сторону Дастера, у Дастера его вот это... Все. Он посмотрел 750 тысяч, говорит, ну и смысл можно добавить и взять получше. Да, ну, зависит от того, сколько вы готовы добавлять, потому что можно взять, например, окончательно универсальную машину под названием Pajero Sport. Не, ну там уже ценник полтора, Диан 300-полтора, поэтому... Да, но по сусекам... Уже не готовы, уже не готовы. А по сусекам, если поискать Rolf... Уже поискали. Так, понятно. Какие скидки самые большие были? Ну, пока вот я по скидкам не лазил, потому что он там сейчас поедет, вот, ну, у Rolf, я не знаю, там он миллион... Я смотрел на их сайте, там был миллион... Нет, Александр, погодите, вот это совершенно неправильно. Скидку дают только в тот момент, когда в ваших глазах они чувствуют блеск желаемой покупки. По сайту бесполезно, потому что сайт, он мертвый. Это то же самое, что вы на кладбище эпитафии читаете. Да, да. А вот когда вы приходите и потряхиваете у них нежно, либо похрустываете не менее нежно, вот тут у них начинается обильное слюноотделение, понимание того, что если он сейчас вырвет из вас этот мешок денег, то ему на 2 копейки заплатят в конце месяца больше бонуса производственного, и начинается битва за вас. И вот тут начинаются скидки. Только после этого. Я понял, Сергей, и вот последний момент хотел рассказать, передать большое спасибо службе ДПС в городе Липецке, Липецкой области, потому что реально новогодние праздники, у всех глаза горят, и тут я поехал из Тульской губернии в сторону Липецка, это где-то районе 250 километров, и меня оставляли ДПСники и говорят, у вас там ремень туда-сюда, и я говорю, ну да, согласен, предъявите документы. И тут я понимаю, что я документы забыл. Звучит тревожная музыка. Так. Звучит не то, что она тревожная. В глазах моих было написано полный ужас. Потому что расклад плохой. Очень. Три часа предоставления документов я только в одну сторону потрачу больше. Тем более, что это не регламентированная услуга, это на их изволение. Нигде в законе не прописано, что у вас есть три часа сбегать за документами в типографию, чтобы напечатали. Да, да. И из документов только страховка. Хорошо. Машин. Так. Ну, в общем, я им это показываю, говорю, ну так и так, я говорю, забыл. Он спрашивает, откуда, я ему это все рассказываю, у него такие же глаза округляются. Я говорю, ну вот здесь жена, у нее паспорт, печать. Я говорю, ну там же нет фотографии, я говорю, нет фотографии. Он такой, ну не знаю, как быть, вот давайте подумаем, как. В итоге у меня дает страховку, говорит, езжай отсюда и больше здесь не мелькай. Я говорю, спасибо, с Новым годом, и я поехал. А молодой был или старый? Молодой, молодой. Ух ты, бывает же. Что, неужели все-таки, несмотря на все усилия нашего правительства, все-таки в этой стране приличные люди иногда бывают даже в милиции? Бывает, и поэтому вот честно сказать, я теперь как-то более, ну, с одной стороны, на кого попадешь, но вот при этом, при таком раскладе, который был, ну, там, я думаю, что премия-то его могла бы быть очень существенна. Не надо больше никого было ловить с выхлопом. да, да, в принципе, у него был широчайший инструментарий полномочий, он мог не только руки вам выкрутить, он мог еще и высушить вашу тушку на капоте, но он пошел другим путем. Это удивительно, и я даже не знаю, кто же из учителей у этого человека был, что он объяснил ему, насколько не всегда деньги важны в жизни. Изумительно. Вот поэтому я по большому счету из-за этого первого момента я позвонил и хочу передать им большое спасибо, что вошли в положение. Но мы должны большое спасибо передать очень аккуратным шепотом, чтобы нас никто не услышал, потому что на самом деле он был обязан и связан по рукам и ногам этими обязанностями и должен был применить к вам всю административную возможность воздействовать на нерадивость, а он оказался человеком. Это изумительно. И вот за это им большое спасибо. Так что буду отвлекать, сейчас у вас реклама и здесь слушайте, которые тоже очень хотят вам дозвонить. Они всегда мечтают о красном Кашкайе, да. Александр, так все-таки Гранд Витара, я так понимаю, на ручке или на автомате? Я думаю, что да. На автомат Гранд Витара. И пусть вашего папу не расстраивает то, что это четырехступенчатый автомат, тем не менее, это достойный агрегат. Течет и ломается он не сразу и неохотно, а машина позволяет очень многое. Зубастую резину сразу купите и будьте готовы к тому, что почему-то Гранд Витара заднюю резину снашивает в два раза быстрее, чем переднюю. Будьте к этому готовы, прикупите пару лишних колес. Перерыв на новости, потом подведем итоги ваших вожделений. Светлана задала безупречный, очаровательнейший вопрос. Почему ругаете Кашкай? У меня эта машина уже три года. Очаровательно. Николай, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Большое спасибо вам за вашу программу. И хотел задать такой вопрос. Что бы вы могли сказать о новом Chevrolet Blazer с дизельным мотором? Вы его уже пощупали так аккуратненько? Ну, я в салоне посидел. В принципе, скажем так, в ближайшие года два я его не собираюсь приобретать, потому что все-таки это первые выпуски машины. И, надеюсь, все-таки будет какой-то реставринг в плане дизайна салона. Потому что, конечно, не совсем я понял вот этот дизайн их корейский. Хотя сам езжу на корейской и на Chevrolet в частности. И потом мне никто, опять же, невнятно из дивидов не мог сказать, есть ли в этой машине подогревы сидений. Что меня тоже смутило, потому что нам машина тоже такая немаленькая, а с нашей зимой и с кожаным салоном, который идет на этих машинах, это актуально. Николай, почему вы решили, что она корейская? Ну, я, конечно, знаю, что да, она, по-моему, делается то ли в Малайзии, то там вот она. Вообще придумали ее грандиозные бразильцы и доверили не менее грандиозным южным африканцам производство. Она юаровская, разработана в Бразилии и она сделанная топором, по-моему, без единого гвоздя с таким удивительным салоном, что вы обратите внимание, продаж-то этой машины нет, она провалилась. Она просто позорно провалилась, потому что за эти деньги такое брать никто не хочет. Это даже ни в женщину, ни в Красную Армию. А вот эти семь мест, вот эти две табуретки сзади, которые не убираются, лишают вас багажника и не позволяют ничем пользоваться, они в машине, предназначенной для народного хозяйства и доставки боеприпасов на линию фронта. Совершенно непонятно, как можно было это придумать. И по салону я с вами согласен. Это, мягко говоря, и вот рассчитываю, что будет рестайлинг и все это там остальное и все это поведут в порядок. Потому что сама машина интересует с какой-то зрением все-таки там рама, это потом довольно-таки честный вот привод. Вот. И, в принципе, тоже немаловажная вещь. Это, в принципе, то есть марка Chevrolet, который считается не... не... Скажу так. Считается неуконяемой. Машину можно там бросить где хочешь. И, кстати, вот в плане неубиваемости. У меня вот раньше была Лачете, сейчас Орландо, скажем так, ну, сплюнув через левое плечо, никаких там проблем вообще. То есть, вот это вот делается там ранее и все. Да, хотелось бы продолжение банкета. Так вот, Николай, значит, рама и плюс честный полный привод, это значит, вы едете, постоянно гребете двумя задними колесами, сидите высоко, машина имеет высокий центр тяжести, и вам нужны навыки управления грузовиком ЗИЛ-130 в управляемом заносе. Ну, это было в армии. Да, то есть, в таком случае, Николай, вы справитесь с этим утюгом. Его главная прелесть в том, что у нее непрошибаемая совершенно подвеска. Если вы начнете скакать по ухабам, по неровностям судьбы, либо просто по откровенному сельскому хозяйству, ничего с ней не произойдет. Она к этому готова. И вообще, в принципе, она ведь пикап просто накрытый кузовом. У нее же есть та самая версия Колорадо, которая и должна возить колорадского жука, но уже по другим полям других стран. И на всякий случай они очень грамотно сделали, что накрыли ее кузову, пошли тем же самым путем, которым Митсубиси, тем же самым путем, на котором облажался Форд и накрылся медным тазом со своим Эверестом. И получился в результате правильный автомобиль, но они никогда не сделают ему другой салон. Причем, этот салон, вот, отвратительный, в него тыкали носом с самого момента презентации автомобиля, когда его только-только заявляли и показывали, сказали, что за эти деньги такое покупать никто не будет. И эта машина рассчитана на кого угодно, а на нас в последнюю очередь. Никто ничего не будет делать. Вы будете ждать рестайлинга, там появится, ну, может быть, вместо какого-нибудь нелепого микро-USB полноформатный USB, а все остальное останется. И я на этой штуке не ездил, правда, с бензиновым мотором, он, конечно, совсем дорогой. Стреляет он великолепно, мотор очень хороший, он тянет шикарно, коробка у него классная. У меня на машине в комплектацию входила система стабилизации и на ровном месте, на ровном сельскохозяйственном месте мы ехали спокойно на штатной резине, пели птички, травка была зеленая и солнышко пригревало. И этот утюг по неизвестной причине, без какой бы то ни было провокации с моей стороны, он резко изменил не то, что направление, он развернулся вокруг передней оси и улетел в кусты. И если бы там в кустах была какая-нибудь обычная канава, которая водоотводная, предназначенная даже иногда сельскому хозяйству, я бы перевернулся через уши. Причем никаких провокаций с моей стороны. Я просто ровно ехал, а система стабилизации тихо и спокойно храпела в полный голос. И вот эти две с большим гаком тонны поехали куда-то. Почему мы не убились? Это остается загадкой. Да, это пугает очень сильно. И вот это говорит о том, что машина на самом деле, это даже не ZIL-130, это ГАЗ-53. ГАЗ-53 накрытый общим кузовом. Он таким и останется. Вот таким колумом, предназначенным для того, чтобы шикарно совершенно смотреться на газоне, где-нибудь на ферме и возить навоз. Но ничего в нем не изменится. Будут новые лампочки, будет новая какая-нибудь финтифля либо целая финтифлюшка. Ну, финтифля, она обычно большая, финтифлюшка маленькая. Ничего не изменится. Эта машина надолго. Ее придумали, на нее потратили. Представляете, сколько стоило перетащить производство из Таиланда в ЮАР, заставить в зоопарке устроить день открытых дверей, вытащить оттуда персонал, ну, вот эти, которые в клетках, ампутировать хвосты, поставить на конвейер, похоронить на бис Нельсона Манделлу и сказать спасибо. И вот это все, оно теперь для нас созидает великолепный чисто американский автомобиль под названием Chevrolet Trailblazer, о котором в Америке даже не знают. Сергей, а тогда, скажем так, что бы вы могли советовать в пределах этой суммы, потому что выдвиженный вариант на механике выходит миллион четыреста. Ну, в среднем он стоит. Ну, опять же, да, вот как вы сказали, есть плюсы неубиваемости, вот, что вот в эти деньги можно взять такого, но сразу говорю, вот с японским автопромом не хотелось бы его связываться, есть печальный опыт. А в чем печаль была? Какой опыт? Скажем так, то есть было доказано, что японские машины, в принципе, делаются на определенный вот срок, и как только срок вот наступает, несмотря даже на мидерный пробег, все начинают отваливаться, чуть ли не на ходу. То есть ровно в полночь, как учили? Да, 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 но это японцы теперь вывели, там, если японская автопрома не изменяет, потому что там зачем делать машину на 10 лет, если в Японии все машины меняют, ну, сколько там, через 3 года, и все уходят во Владивосток, поэтому лучше машину напаршировать всякими примочками, чем делать ее ресурс очень большой. А в таком случае у вас нет варианта, потому что Гелендваген вы, наверное, не купите? Нет. Японцев вы не хотите? А кто? Америка и Европа. Америку мы вычеркиваем, потому что ничего нету. А у Европы-то кто? А нету никого. Какой внедорожник европейский вы можете назвать? Ну, кроме Лендроверс, ничего. Они тоже в именитое качество Лендроверс. Да, ну, Лендровер, знаете... А раньше там было весь полный. Да, но в результате вы оказываетесь в полном тупике, потому что, ну, 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 а кто? У Шевроле нет, у Форда ничего тоже нет. Вы же не будете, если Кугу рассматривать всерьез? Нет, ну, это вот кроссовер, это не то все. Да, и Эксплорер, это то же самое, обычный кроссовер. Там, где я хочу поездить, все это дело развалится через год, это будет в случае. Да, у Фольксвагена у них, соответственно, есть универсальный достаточно Туарег, и это может быть единственным спасением, но он начинается с двух миллионов. Да, за такие деньги его как-то вот выгонять там в поле жалко. Ну, он может, потому что он может и за такие, и за большие деньги отлично справиться с бездорожьем, но вариантов никаких нет. У Опеля, то есть GM, в принципе, для вас ничего не приготовил, а кто у нас еще остается? Мерседес нет, BMW нет, Ауди нет и все, занавес. Либо вы уходите... Тогда будем ждать, может, чем-нибудь появится в ближайшее время, а может нет. Нет, нет, не появится, а тем более из Европы не появится уже хотя бы потому, что Европа, она вся асфальтированная. Вы можете попытаться купить какую-нибудь экзотику, заглянув, например, к испанцам, у них есть специальная ИВЕКа, переделанная из трупа эксгумированного Лендровера Дефендера, то есть, грубо говоря, Дефендер, но с хорошим мотором. И у испанцев там еще есть парочка. У французов есть всякие агрегаты очень узкого диапазона применения, но серийного, серьезного внедорожника из Европы всего больше не будет. Остаются японцы и остается Америка. Ну, там какой-нибудь, ну, хорошо, Toyota Tundra, там Nissan Patrol, Dodge Ram, это вот они. А Тахо, допустим? Ну, Тахо не внедорожник. Тахо это не внедорожник. Ну, так, согласен. Спасибо вам большое за информацию. Не буду больше отрекать вас. Ай, какая грусть-то на самом деле. Вот, собственно, и все, потому что некуда. Вот куда крестьянину податься? А некуда крестьянину податься? Нету этих машин. Все заасфальтировали. Даже японцы потихонечку уже заканчивают свои упражнения. Итоги голосования. Итак, вопрос ставился жизнеутверждающий. Конституционный суд укажет Думе, примет отчаянно смелое решение и вернет водителям равноправие, то есть статью 19 часть 2 Конституции Российской Федерации. И мы будем с вами равны перед законом и не будем платить только в силу московской и питерской прописки удвоенный штраф за неправильную парковку в 3000 рублей. Будем платить, как все, в полторы. Так считает 8 процентов слушателей Финама. 92 процентов считают, что кишка танка у Конституционного суда ничего у них не получится. Не будет. Не будет равноправия, не будет изменений в законе и Государственная Дума опять выиграет в борьбе с населением. Ничего мы с вами не поделаем. На самом деле аудитория Финама очень сильно отличается качеством и еще раз констатирую, что да, вы знаете, я с вами согласен. Ничего не получится. Хотя сам по себе вот этот отчаянный Димаш группы 90 депутатов, то есть целая рота смельчаков, партизанский отряд, добежавших за пределы периметра охраняемого до крылечка КСа и подавшая Челобитную это очень серьезный шаг. Молодцы. Они, конечно, взялись за одну единственную статью. Всего у нас 4 статьи. У нас и 50-я и 49-я и 31-я они тоже не касаются водителей. У нас презумпция виновности распространяется на водителя. У нас презумпции невиновности нет. Начинать нужно было, конечно же, с этого, с презумпции невиновности. Но презумпция невиновности охраняет главного, кто поставляет деньги в бюджет, главное изобретение камеры. Камеры фото-видео фиксации нарушений избавляют водителей от презумпции невиновности. Начинать, конечно, нужно было с них, потому что презумпция невиновности, это статья 49, она является основополагающей. Именно с нее начинается забота государства и закона о правах человека. Растоптанно, забыто, выкинуто. Водители обязаны платить. Но, конечно же, и 19-я часть, вторая, она тоже важна для водителей, потому что мы все должны быть равны перед законом. Тем более, что в нашей Федерации закон один для всех, а вот, например, в Москве еще собственный административный кодекс, на который тоже потихонечку, к счастью, начинают уже покушаться. И еще целое 50-е, и 19-е, и 31-е, и все это мимо нас. До завтра. До свидания.